21 мая в Нальчике у памятника Древа Жизни состоялся митинг, посвященный 148-й годовщине со дня окончания Русско-Кавказской войны. Проблема черкесская, как ее теперь называют, она все более актуальна с каждым годом, потому что далеко не все знали ее в свое время. Она в полной мере раскрывается только сейчас. Эта проблема затрагивает более пассионарную часть нашего общества, а широкие массы даже в этом процессе, по-моему, особенно не участвуют. Вот это искусственное замалчивание этой проблемы, мне кажется, оно только усугубляет саму проблему, не решает, загоняет ее в угол, и она разрастается. Какие-то решения некоторых аспектов этой проблемы совершенно очевидны, лежат на поверхность. Вот для меня, например, совершенно очевидно, что давно нужно было созвать какой-то форум людей, которые имеют прямое отношение к науке. Потому что до сих пор нет концептуальной, историографической версии Русско-Кавказской войны. Я думаю, интерес, живой интерес, в всяком случае, черкесов к этой дате, к этой войне, он будет только нарастать. Мне кажется, признание того, что такое радикальное решение проблемы присоединения Кавказа к России через изгнание коренного населения, признание, что это было неправомерно, несправедливо, и что по отношению к черкесам это действительно был акт геноцида, может быть одним из шагов по пути решения проблемы репатриации черкесов. Если эта проблема не будет решаться, всегда будут находиться третьи лица, которые будут пытаться ее использовать. И не в пользу черкесов, и не в пользу России. Я родилась в этой республике, и живу уже 45 лет в этой республике, считаю ее своей родной землей. Мои предки здесь живут уже больше 400 лет. В какой-то мере обе стороны понесли потери и проиграли ее. Это были другие обстоятельства, это были другие люди, другие обстоятельства, другой мир. Сейчас мы здесь, на этой земле, должны стараться построить другие взаимоотношения, стремиться к развитию и улучшению жизни людей, которые живут на этой земле, вне зависимости от национальности, от вероисповедания. Вопросов здесь, конечно, много, но тем не менее мы должны проявить мудрость. И мы очень признательны, что у нас есть возможность сейчас развивать свою культуру, развивать свой язык. Нация не забывает то, что прошло плохое, прошлое. Бог через совесть говорит каждому человеку. Кроме чувства покаяния, сейчас в русском человеке не могут вызывать ничего эти события. Как вы думаете, Кавказская война закончилась? Да, она закончилась, 148 лет назад. Кавказская война в войном виде продолжается. Для черкесов последствия Кавказской войны отзываются до сегодня, и в каком-то смысле для нас эта война не закончится. До тех пор, пока черкесы снова не воссоединятся как народ на своей родине, во всяком случае те, кто готов ради этого чем-то жертвовать. Война на Кавказе, она, конечно, не закончилась. Она просто трансформируется в разные формы, она приобретает разную степень остроты, но это тлеющий, вечно тлеющий процесс. Я думаю иногда, что это вообще как бы провокация иногда искусственная, нагнетание этих процессов происходит, потому что при желании можно было бы все поставить на свои места. Ровно в 12 все присутствующие почтили память жертв войны минутой молчания.